Дистанция австралийского марафона составляет 875 километров. Маршрут проходит от Сиднея до Мельбурна. Его преодоление обычно занимает больше пяти дней от старта до финиша. В этом забеге участвуют исключительно легкоатлеты мирового класса, которые специально тренируются для этого события. В своем большинстве атлеты не старше 30 лет и спонсируются крупными спортивными брендами, которые предоставляют спортсменам всю необходимую экипировку. В 1983 году многие были в недоумении, когда в день забега на старте появился 61-летний Клифф Янг. Сначала все думали, что он пришел посмотреть на старт забега, так как был одет не так, как все спортсмены. На нем был рабочий комбинезон и калоши поверх ботинок. Но когда мужчина подошел к организаторам, чтобы получить номер участника забега, то все поняли, что он намерен бежать со всеми. Когда Клифф получил номер 64 и встал на линии с другими атлетами, то съемочная бригада, делающая репортаж с места старта, решила взять у него небольшое интервью. На Клиффа навели камеру и спросили. Привет, как вас зовут и что вы тут делаете? Я Клифф Янг. Мы разводим овец на большом пастбище недалеко от Мельбурна. Вы действительно будете участвовать в этом забеге? Да. А у вас есть спонсор? Нет. Тогда вы не сможете добежать? Да нет, я смогу. Я вырос на ферме, где мы не могли позволить себе лошадей или машину. Когда надвигался шторм, то я выходил загонять овец. У нас было две тысячи овец, которые паслись на двух тысячах акрах. Иногда я ловил овец по два-три дня. Это было непросто, но я всегда находил их и всегда приводил домой. Я думаю, что смогу участвовать в забеге, ведь он всего на пару дней длинней и составляет всего пять дней. Тогда как я бегаю за овцами по три дня? Когда марафон начался, то профессионалы оставили Клиффа в его калошах далеко позади. Некоторые зрители ему сочувствовали, а некоторые смеялись над ним, так как он даже не смог правильно стартовать. По телевизору люди наблюдали за Клиффом. Многие переживали и молились за него, чтобы он не умер на пути. Каждый профессионал знал, что для завершения дистанции потребуется порядка пяти дней и для этого ежедневно необходимо, согласно правилам, 18 часов бежать и 6 часов спать. Клифф Янг же этого не знал. На следующее утро после старта люди узнали, что Клифф не спал, а продолжал бежать всю ночь. Но даже без остановки на сон Клифф был далеко позади всех легкоатлетов, хотя и продолжал бежать, при этом успевая приветствовать людей, стоящих вдоль трассы забега. С каждой ночью он приближался к лидерам забега и в последнюю ночь Клифф обошел всех атлетов мирового класса. К утру последнего дня он был далеко впереди всех. Клифф не только пробежал супермарафон в возрасте 61 года, не умерев на дистанции, но и выиграл его, побив рекорд забега на 9 часов и стал национальным героем. Клифф Янг преодолел забег на 875 километров за 5 дней, 15 часов и 4 минуты. Победитель не взял себе ни единого приза. Когда Клифф был награжден первым призом в 10 тысяч австралийских долларов, он сказал, что не знал о существовании приза, участвовал в забеге не ради денег и без раздумий решил отдать деньги пяти первым легкоатлетам, которые прибежали после него, по 2000 долларов каждому. Клифф не оставил себе ни цента и вся Австралия просто влюбилась в него. Многие тренированные спортсмены знали целые методики о том, как надо бежать и сколько времени отдыхать на дистанции. Тем более они были убеждены, что в 61 год супермарафон пробежать невозможно. Клифф Янг же всего этого не знал. Он даже не знал, что атлеты могут спать. Его ум был свободен от ограничивающих убеждений. Он просто хотел победить. Представлял перед собой убегающую овцу и пытался ее догнать. Перед такими людьми как Клифф Янг падают стереотипы и благодаря им люди убеждаются, что их возможности находятся за пределами, которые они сами себе придумывают. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующую удивительную историю. А пока, пока.